Сейчас мы приглашаем Лену Владимировну Азербевскую. Хорошо. Меня попросили сделать доклад на тему дизайн клинических исследований, проблемы реализации и анализа данных, естественно, на наркологии 20-летних окон. Я являюсь сотрудником кафедры доказательной медицины, клинической фармакологии и доказательной медицины Первого медицинского института в Санкт-Петербурге и в то же время являюсь руководителем лаборатории фармакоэпидемиологии и биостатистики. По своей основной специальности я являюсь биостатистикой, поэтому прошу посмотреть, хочу сказать, что взгляд мой будет не взгляд фиднециста, а взгляд биостатистика. И я никуда не могу от этого деться. Поэтому опыт не только мой, опыт достаточно большой нашего университета, поэтому слайды здесь частично не мои, они на английском языке, я не могла их переводить, потому что они не мои. Но они наших сотрудников нашего университета. Соответственно, начнем с того, что у нас в университете, в наркологии проводится достаточно большой объем работы. Вот, пожалуйста, здесь большой список. Я не хочу, чтобы вы управлялись, что это наблюдательные исследования, не только обычные рандомизированные клинические исследования. Потому что любое рандомизированное клиническое исследование, любое клиническое исследование, оно основывается на каких-то наблюдательных аспектах. Те, которые пришли, то есть, в принципе, в теории методологии считают, что наблюдательные исследования, это исследования выдвигающие гипотезы, а клинические исследования, это исследования подтверждают, дающие гипотезы. Ну, среди этих исследований есть одно очень интересное исследование, которое называется, мы смотрели особенность нейрокодиативного функционирования оба больных с наркоманией, ответной с алкоголизмом и с двойным диагнозом и здоровых людей. И если не касаться вообще в методологии наблюдательных исследований, очень много проблем, точно таких же сдвигов, точно таких же систематических ошибок, как и во всем остальном. Но одной очень интересной ошибке, на которую я хотела восстановиться именно в этом исследовании, было то, что оказалось очень сложно найти контрольную группу. Просто набрать контрольную группу. Не столько для алкоголиков, которые были в среднем возрасте 40 лет, а, например, для наркоманов, у которых в тот момент средний возраст был 21 год. Если человек не пьет, не колит, в 21 год, то он учится. А наркоманы, как правило, не учатся. То есть возникает вот такая вот очень интересная коллизия. И мы столкнулись с очень большой проблемой. Это была проблема найти именно вот эту возрастную группу. Вот, пожалуйста, вам сдвиг, с которым приходится бороться даже в наблюдательных исследованиях. Все то же самое требуется. Остальные наблюдательные исследования в основном были связаны с тем, что мы смотрели сопутствующие героиновую наркоманию с ВИЧ-инфицированием. Что же касается клинических, непосредственно клинических исследований, у нас было одно маленькое пилотное исследование всего. Как раз оно было совсем давно. Оно было 20 лет назад началось. Исследования, которые я здесь привела, говорю о том, что у нас одно пилотное, более шести рандомизированных, это те, в которых я участвовала как статистику. Остальных есть еще. Не будем говорить. И, соответственно, более 50 публикаций. Но это не значит, что мы повторяли одно и то же. Но есть некоторые повторения в русском и английском варианте. Но при этом у нас есть, как бы, так как каждое исследование вело очень большой объем информации, то просто в одну публикацию их было не поместить. Значит, что год первое исследование, это героиновые наркоманы, влияние на антриксонов, на героиновых наркоманов, на зависимость в городе Санкт-Петербурге. Все исследования, которые мы делали, о которых буду говорить сегодня, они сделаны в рамках NIH-инских грантов, то есть на американские деньги. Но при этом конфликта интересов, как таковых, именно с фирмами у нас не было, потому что мы делали научные исследования. Это не были исследования, которые исследования принялись регистрационной заключением от наук, о котором я отдельно скажу. Соответственно, вот это первое исследование, в котором было всего 52 человека, небольшое. И здесь мы были сделали очень большую ошибку. Все наши исследования были двойные, слепые, рандомизированные и контролируемые исследования. И самую большую ошибку мы сделали в первом исследовании. Проблема была в том, что мы по глупости сделали капсулы, которые давали пациентам, разного цвета. И это оказалось противополеобматично. 52 человека со всей Венинградской области. Представляете себе какой-то объем народу? В принципе, 52 человека наркоманов были потеряются. Но два наркомана встретились на одной тусовке. Выяснили, что идут по одной программе. Сели в уголочек, вкололи себе героинчику. И на следующий день прибежали. А мы знаем, у вас в желтеньких активный препарат, в красненьких... И вот вам разослепление. При этом у меня в кабинете сидело три врача. Значит, у меня все три врача. Нет, они, конечно, предполагали, что делать. Но, соответственно, принцип был потерян. А для двойного слепого рандомизированного исследования препараты должны быть по вкусу, по цвету, но быть похожи. Далее мы делали достаточно несколько исследований различных. Нелтриксон предполагался для опиатных наркоманов, на чистых, которые начинают с опиатов. Почему американцы были очень заинтересованы в этом? Потому что не было в американской популяции наркоманов, которые начинают с героина. В городе Санкт-Петербурге их достаточно. Соответственно, а нелтриксон предполагался как блокально опиатных рецепторов для профилактики срывов наркомании. Ну и, соответственно, у нас был нелтриксон в чистом виде. Нелтриксон совместно с антидепрессантами предполагает, что наркоманы страдают депрессией. Нелтриксон вместе с гуанфоцином предполагает, что стресс как стресс-протектор и так далее. Но это были все таблеточки. То есть не таблеточки, а капсулы. И с капсулами возникала проблема. Проблема с комплайенсом. Достаточно большая проблема с комплайенсом, потому что и в этом отношении наши исследования в России были немножечко лучше работал нелтриксон в России, чем в Америке, потому что у нас молодежная популяция помоложе. И, соответственно, она... Ну, я чуть хуже скажу, что одним из критериев включения у нас было наличие так называемого сигнификант ада, кто будет следить за приемом таблеток наркоманов. Ну, и если у нас наркоманы живут в семье и за ними родители следят, то в Америке в 21 год наркоманы не сидят, не живут в семье и за ними не следят. И, соответственно, комплайенс получился разный. Опять-таки сблик. Опять-таки не одинаковая популяция. Достаточно интересные моменты. Затем было разработано, в России появился и в Америке разработаны новые препараты пролонгер нелтриксона, которые как бы должны убрать этот компонент. И вот это как раз исследование в Ланцете, в нем как раз я не участвовала, новый препарат Дивитрол, это инъекция нелтриксона, она была как бы предназначена как пролонг, и она зарегистрирована в Америке на основе исследований в России. Исследования проводились не только в России. Значит, это предъявление. Затем в России был использован так называемый новый пролонг, который проводился подшивка, подшивался препарат, и, значит, они, все эти исследования опубликованы достаточно хорошо. И вот как раз касаясь нескольких вопросов о публикации, о сложности публикации. Вы видите, у нас достаточно много публикаций на английском языке. Я специально поместила только на английском языке. Почему? Потому что, и могу сказать вам ответ, если вы хотите печать в хороших журналах, пробуйте. Вот, например, вот с этим журналом у меня была переписка, уже когда его приняли, да, это вот архив психиатуры, когда его приняли для публикации, у меня была переписка с этим журналом, с редакторами в течение года, когда они меня просили то это поменять, то это поменять в статистике. А то, что мы до этого полгода беседовали с рецензентами, с рецензентами и ругались с ними, когда я говорила, что они не правы в том, что они говорят, Большинство моих ответов они приняли. То есть тут как бы с ними можно спорить и с ними можно ругаться. Ну это не значит ругаться в прямом смысле, но в принципе с ними можно спорить. И поэтому печать, пробуйте, и получается. Ну нам, конечно, повезло, но у меня есть публикации с другими людьми, которые вообще не имеют отношения к американцам, и которые публиковались в приличных американских журналах и в европейских. Это истинный эдакционный процесс, да? Да, это истинный, это нормальный процесс. Я сама работаю как рецензент в нашем университетском журнале, очень сильно борюсь и хочу сказать, что проблема российских публикаций, товарищи, вся очень большая проблема в российских публикациях в статистике и в методологии. Это настолько ужасно. Не так врут? А? Не так врут, как надо? Нет, не то что врут, понимаете в чем дело? Я, ну опять мы ушли, я как бы уже на прошлом, значит, на прошлом семинаре говорила о другом. Я говорила о чем? О том, что систематический обзор, да, метанализ, пытались сделать по российскому препарату в неврологии. Систематический обзор. Нашли шесть публикаций по препарату, шесть, из которых включить в метаанализ мы могли только три. Только потому, что в остальных там было хорошо, хорошая работа, хорошо сделала. Но статистика такая, что нельзя ее просто написать. Там просто непонятно, что за плюс-минус. Не описано. Понимаете? Вот нет такой информации. Пишешь товарищу автору, а он мне говорит, а это было напечатано давно, я не хочу, я не знаю. И работа была великолепная, но ее включить нельзя в метанализ, потому что, извините, и иногда бывает очень жалко авторов, которые присылают в редакцию статью, и которые приходится заворачивать, потому что они ее просто неправильно опубликовали. Так что, вот, год, если мне удалось. Ну, и, соответственно, у нас еще было направление, которое касалось генетики. Параллельно мы проводили генетические, и там несколько работ. Но мы опять возвращаемся к методологии. Значит, у нас были пероральные, инъекция, да, вот Вивитрол, и, значит, имплант и инъекция. То есть три типа. Ну, все исследования были приблизительно одного дизайна. Значит, соответственно, что у нас интересного мы получили в целом, да? Это то, что пероральный нутрифон работает, но проблема с комплацией. Хорошо работают все пролонги, значит, инъекции лучше, но они короткие. Подшивки всего один месяц, подшивки чуть хуже, потому что они сложнее, надо операцию, там, косметический дефект. Но, значит, они действуют дольше, до трех месяцев. До трех месяцев не натягиваются, честно. Значит, дальше мы посмотрели еще связь с ВИЧ, да, с инфицированием. Именно наркоманов с ВИЧ-инфицированием. Ну, так как по ходу дела, во всех исследованиях мы получили, что есть снижение риска, по оценкам риска, значит, риска в СЭП-инфицировании, оценка риска ВИЧ-инфицирования, соответственно, мы разработали несколько различных ситуаций. И вот сейчас, как бы, идет публикацию, ждет, значит, улучшение, как бы сказать, улучшение приверженности АРВ-терапии за счет того, что лечим наркоманией. И это получилось очень хорошо. Если вы посмотрите вот здесь, а то вирусная нагрузка существенно снижалась у всех, да, вы по сути, у тех, кто бросил на утрекционную терапию, у тех, кто продолжил на утрекционную терапию, но у тех, кто продолжил, основательнее гораздо больше, чем тех, у кого она оставалась. Значит, и так далее. Ну, генетические вещи, это я упущу. Значит, в чем же сложность? Возвращаемся к сложности, к проблемам. Сложные дизайны. Мы не использовали сложные дизайны. Мы в основном использовали самые простые. Простой параллельный дизайн. Вот, пожалуйста, про АРВ-терапии. Я не останавливаюсь. Однако были более сложные вещи, когда мы смотрели комбинацию. Так называемый полный факторный дизайн. То есть плацебо-плацебо, плацебо-препарат антидепрессант, плацебо-препарат сам, но вот гонфацин, да, вот группа. Нолтриксон плюс гуанфацин, нолтриксон плюс плацебо, нолтриксон плацебо-гуанфацин активный, и, значит, нолтриксон плацебо-гуафацин плацебо. То есть четыре. Более сложный, полный факторный дизайн. Проще обрабатывать, легче работать, анализировать, потому что есть все варианты плацебо. С плацебо было, опять-таки, вопрос, этично ли плацебо. Мы же не лечим. Но тут вопрос стал, решали этот параклорус мы так. Всем людям, которые здесь лечились, всем проводили одинаковую психотерапию, которая на данный момент является одним из основных методов лечения профилактики наркомании. Соответственно, у нас, однако, как бы тут получается, у нас есть все-таки группа плацебо-плацебо, которую некоторые этические комитеты не принимали, и, соответственно, у нас был более такой упрощенный, с одной стороны, упрощенный, для статистика более неудобный дизайн, когда у нас не полный факторный дизайн. Когда мы группу плацебо-плацебо убирали, нам нет такой отдельной группы. Только три. Значит, активный препарат плацебо-перорайной, активный препарат, активная инъекция, подшивка плацебо-перорайной, активный перорайной плацебо-подшивка и оба. Значит, что общего? Во всех этих был общий дизайн. Война и слепое, контролируемая и так далее. Что очень важно, что касается, опять-таки, сдвигов. Возвращаясь. Наличие, по крайней мере, одного родственника, который должен участвовать в процессе лечения. И в том, и в другом, и в третьем варианте. И это встает вопрос. Почему это очень важно? Мы это публикуем в каждой статье, и почему это важно? А важно потому, что это сдвиг. Потому что мы не включаем в нашу программу тех, кто совсем опустился. Тех, кто... И, соответственно, очень интересная еще одна вещь. Для того, чтобы провести исследование, наркоманов надо вытаскивать. И, соответственно, критерием включения у нас было наличие телефона. И адреса, где он живет. Опять-таки, сдвиг популяции. Да? И это сложность. Потому что без этих двух условий мы не могли бы провести исследование. Но с этими условиями мы даем себе отчет о том, что мы получаем сдвиг существенный, сдвиг в популяции. Потому что все, кто опустились, и те, кто не имеет телефона, и с кем нельзя связаться, просто физически не могут попасть на нашу программу. И это оказывает влияние, и мы себе это, как бы... Ну, даем себе эту вот... Как бы принимаем этот сдвиг. Никуда от этого не деваются. Но единственное, про что я хочу сказать, что когда у вас вы прекрасно сознаете в своих работах о том, что у вас есть сдвиг, вот как мы, то его нужно опубликовать и понять. То есть люди должны знать, на какую популяцию относятся наши работы. Ну, и, соответственно, критериями включения, их тут много. Значит, оценки состоят. Что же мы оценивали во всех этих работах? В принципе, они были одинаковы. Да, это... Значит, мы их оценивали по международным оценочным шкалам, в соответствии с одинаковыми визитами. Основным показателем у нас было ретеншу, то есть удержание в программе. Вот, удержание в программе. Но, значит, в промежутках были, там, по нескольким данным был полный набор шкал, а по нескольким визитам был сокращенный набор шкал. И видите, сколько разных психометрических психометрик. Поэтому первые статьи, которые мы публиковали, они в основном публиковались по относительно основного эффекта. А в следующей статье относительно психометрик, потому что вот эти психометрик были без. Значит, ну, соответственно, контрол комплайнс, он был разный, ноутрибционная проба, ремиссия и так далее. В чем же проблема? И вот начинаем с одной проблемы. Оценка рецидива. В пероральном приеме, понятно, человек не пришел, перестал принимать таблеточки, он сорвался. Тут даже предсказывать невозможно. А вот плантик. А вот плантик. Тут очень сложно. Тут реально сложно. Почему? Потому что они пробуют, но препарат продолжает действовать. И просто как бы то, что они не приходят, еще не факт, что они сорвались, потому что они придерживаются. И здесь приходилось разрабатывать очень жесткие требования. Сколько визитов пропущено, сколько налоксоновые пробы, которые определяют возобновление. Ну, то, что они уже стали возобновлением наркомании, да? И так далее. Что же еще? Это как бы вот одна проблема при основном. Следующая проблема – пропущенные данные. Но это мы пропустим. Их очень много пропущенных данных. Так, чтобы я как разлежала. Способов обработки с пропущенными данными достаточно много, но поймите, проблема заключается в том, что... Что же такое? В том, что у нас с вами на брид работе с наркоманами у нас проблема в том, что пропущенные данные не случайны. Все, что есть, это работа на и опубликовано про пропущенные данные, это про случайно пропущенные данные. А с наркоманами они не случайны, потому что если наркоман не пришел, значит он сорвался, значит у него появилось другое состояние, абсолютное. И что с этим делать, никто не знает. Когда мы анализируем выживаемость, вот держание в программе падает постоянно, и на конце у нас абсолютно маленькое количество людей. Основные точки мы оцениваем по выживаемости, и это все очень просто. А что сделать с психометриками? Вот как оценивать психометрику? Если человек у нас ушел, он остался депрессивным или он не депрессивный? Если взять старые методы, стандартные методы, последнее наблюдение, протаскиваем вперед, то что же, мы оставляем его, как бы вот у него депрессия осталась. А осталось ли оно на самом деле? Вот это вот никому неизвестно. И, соответственно, мы, если мы продали еще, то наша депрессия, которая обычно падает, то мы получаем большой эффект у препаратов, который на самом деле не такой. Что с каждым наркоманом, когда он сорвался, по всем психометрикам действует, то есть все психометрики, которые мы получаем, мы получаем только на тех, кто пришел. У тех, кто не пришел, он не может поменяться. И решение этой проблемы практически невозможно, потому что в литературе, в литературных данных, у нас все решается относительно случайно пропущенных начинок. Как мы решили действовать? Мы решили смотреть на каждом отдельном визите и смотреть, чем отличаются те, кто пришел на предыдущем визите, чем отличается депрессия на предыдущем визите у тех, кто пришел, и у тех, кто не пришел. Ну вот это единственный метод, который оказался наиболее логичным. Вот как раз по поводу этих психометрических вещей, мы очень много спорили с рецензентами различных публикаций, на самом деле это проблема. Даже наши сотрудники, наш небольшой университет, мои сотрудники статистики, они разрабатывали свою программу по предсказанию, по оценке мощности, потому что в тех, кто не пришел, там и мощность маленькая. Они разработали новые методы, оценки тех, кто пришел, чтобы это было статистически значимым. Но все-таки это нельзя перенести на популяцию наркоманов, потому что те, кто не пришел, они визги. И вот в этом вопрос он так и остается, этот большой сдвиг, тот самый сдвиг, о котором мы до сих пор не можем решить. Что с этим делать? Ну, я думаю, что на этом спасибо большое, извините, я размахнулась и отвлекалась. Спасибо.